здравствуйте вечер когда будет смотреть значит мы начинаем цикл я думаю это будет цикл разговоров сергея я сейчас я дам слово сергей он представится чтобы вы понимали кто он откуда он что да и дальше я кстати с ним вот состыковалась в телеграм-канале общаемся мы вот сейчас впервые то есть до того как я включила запись мы буквально полминутки да здрасте здрасте поехали вот все то есть я знакомлюсь сергеем точно так же как знакомитесь вы и мы начинаем общаться сергей представьтесь да добрый день зовут меня сергей баналь мне 42 года я отец муж у меня трое прекрасных детей настоящий то есть очень богатый человек по роду деятельности по образованию я экономист и политолог с учеными степенями что касается рода деятельности то с учетом откуда я родом из маленькой нищей молдовы то разумеется это экономическая деятельность у меня есть небольшое или большое производство тут у каждого и у этого производства свои розничные сети соответственно бизнес это скорее всего выполнение моих обязанностей как мужа и отца для содержания своих детей а остаток все свободное время я посвящаю экономики именно поэтому две недели назад я презентовал разработанную теорию нового мульти регионального устройства мира такая политэкономическая теория пока существует одна в мире и существует еще чисто экономическая теория михао леонидовича казина который предсказывает как будет формироваться и теория на основе который на основе которой будут выстраиваться экономические хозяйственные отношения ну а я уже попытался базируясь на его теории и на его рекомендациях выстроить теорию политэкономического устройства региональных валютных зон и на мой взгляд получилось очень неплохо ну и разумеется экономический анализ у нас очень часто путают когда у человека на руках утренняя газета и он пытается объяснить что случилось вчера на самом деле экономический суть экономического анализа это не только объяснить почему случилось то что случилось а составить с девяносто пятью процентами вероятности прогноз что случится завтра послезавтра а по возможности до конца года и что он ждет следующем году вот это называется анализом очень часто либеральные так называемые эксперты нам рассказывают почему у них не получилось и кто в этом виноват это единственное любимое я как консерватор датчик придерживающийся традиционных ценностей являясь ярким противником всего что связано с либерализмом сути того что происходит в регионе вчера я опубликовал чисто научную политологическую статью когда я признал и ошибку свою и сотен тысяч других консерваторов что мы называли продвигаемые ценности либералами нацистскими на самом деле это не так я объяснил почему и я ввел новое понятие как либерцизм это либеральный нацизм и он очень сильно отличается от той беды которая была в двадцатом веке известная нашему поколению татьян как минимум потому что там предусматривалось уничтожение и подчинение всех и вся ради конкретного государства конкретной расы либерцизм или либеральный нацизм он несет он еще больше угрозу представляет для современного развития мира и человечества в частности поскольку предусматривает подчинение всех и принятие ими этой идеологии а тут мы говорим нарушение базовых ценностей исторического суверенитета традиционных семейных ценностей много много чего а все кто не готов это принять они подлежат уничтожению но не ради какого-то народа или расы ради очень мелкой группы людей которые возглавляют транснациональных корпораций чтобы всем было понятно о чем это говорили что это не просто какая-то теория заговора допустим возьмем как пример фрс 99 процентов обыватели искренне верят что деньги доллары печатает правительство сша на самом деле их печатает частная компания и эти долговые расписки коим являются деньги по базе своей не некому даже предъявить потому что эта частная компания всегда может сказать что она больше их не принимает к обратным плюс они не подкреплены ничем то есть мы живем в выдуманном мире виртуальном когда люди не понимают ну казалось бы базовых вещей а с учетом что мы уже находимся в мировом структурном кризисе прежде всего я хотел бы всем объяснить что это не рецессия ну что рецессия по циклический процесс вот падение вот подъем мы говорим о разрушении мировой долларовой системы когда рухнет все рухнут фондовые рынки рухнут социальные институты чтобы было понятно страховые компании пенсионные фонды то есть миллионы а может быть даже миллиарды людей потеряет то что они копили в течение своей жизни то есть изменится система ценности виртуальные ценности которые нам пытались внести будьте фондовые рынки неподкрепленные акции многие другие фьючерсы биткойны цифровая валюта которую нам пытается объяснить что за ней будущее причем кто пытается объяснить опять то же самое либеральное сообщество в этом страх нас пытается не просто отцифровать нас пытается запихнуть цифровой мир чтобы не давали отчет что на самом деле с нами происходит ну реально я очень удачный пример у каждого свои и это то что произошло на украине когда целый народ бросили бросили в жертву для того чтобы свести в тёрпу просто целый народ я сейчас я очень четко отделяю для всех киевский правительственный квартал с украинским народом для меня это близкие ментально культурно люди мы говорим на одном языке практически мы понимаем шутки друг друга это говорит абсолютно ментальной идентичности потому что если я свою шутку расскажу немцу или французу 99,99 что он не поймет не то что смысл шутки опрошено очень часто люди пытаются говорить высокими категориями если мы послушаем выступление и мвф и мирового банка и прс федеральной резервной системы они специально говорят очень за умными терминами определение которым они сами дать не могут но самое главное что-то говорить в конце говорят людям что как должно быть почему и что им будет это стоить все упускают этот момент на мой взгляд самый-самый важный вот на этом мы посвятим наши эфиры ну разумеется один из мифов который я растерял еще знаешь что в самом начале я хочу сказать что да сергей только недавно создал телеграм-канал и там он размещает свои статьи я подписана и дам естественно все ссылки на сергей на телеграме на youtube он у него youtube и потому что youtube он более почему я настаиваю чтобы сергей именно проговаривал то что он пишет понимаешь последнее время я даже за собой заметила честно длинные тексты читать вот устаешь и то и сё и во-первых люди уже отвыкли от чтения разленились стали потребителями легкой информации это называется либеральный образ мышления навязаны баллонской системы и цифровые цифровиками фейсбук инстаграме так далее когда мы перестали быть но мы с вами еще читающие поколения то что идет дальше это уже страшно и и вот смотри современные соцсети да первая соцсеть там фейсбук с возможностью размещать там длинные ролики длинные да там длинные там чуть-чуть не фильмы делать а последние соцсети вот самая крайняя соцсеть тикток там вообще пилипусечки помешать меньше 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 концентрации чтобы человек отвлекаться от одного до второго от одного до второго вообще ни о чем не задумывался не вдумывался вот и вот поэтому я именно хочу чтобы ты все все свои статьи которые ты пишешь они очень грамотные классные мне очень нравится проговаривать потому что ну люди еще слушать еще слушают а вот читать уже с трудом да поэтому формат ютуба он более такой мне кажется консервативный легко усваиваемый легко усваиваемый человек занимается своим каким-то делом и слушает о чем человек говорит и в то же время знаешь как это все нахват потому что читать понятное дело никто ну никто мало кто будет да поэтому я даю тебе слово ты начни с того с чего ты считаешь нужным начать прежде всего я бы если разрешил я бы сказал что вот эти вот ролики которые мы с тобой будем писать это абсолютно мои ролики я здесь выступаю в роли статиста интервьюера записывать резать выкладывать то что мы будем как мы будем чтобы понятно было чтобы дальше я конечно буду больше молчать и вставлять какие-то ну как я это делать умею говорить да 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 татьяна самое главное чтобы я хочу чтобы люди повнили одну вещь для меня лично очень важно чтобы это было интересно и и но первостепенная важность это то что я постараюсь все это наполнить глубоким смыслом прежде всего научить для того чтобы не возникало вопросов почему я прям так вот считаю что имею такое право только у меня очень богатый жизненный опыт я отработал очень много на ближнем востоке я пять лет своей жизни провел в африке знаю африканский регион наверное я один из таких в этом регионе восточной европы африкановед который знает все абсолютно я прожил был и в сьерра лионе причем нигде не был как турист у меня было большое перерабатывающее производство руд в бурунди шахты еще остались производство показа консервирована я прожил в кампале в уганде почти год я очень хорошо знаю руанду конго я очень хорошо знаю танзанию я много раз был в судане в джибути в сьерра-леоне в либерии то есть когда я провожу оценку экономический анализ и оценку прогнозы прогнозирую развитие африки это со знанием дела что я не просто знаю я чувствую этот регион в равной степени я очень много провел в саудовской аравии и в объединенных арабских эмиратах время у нас был там офис и соответственно очень хорошо знаем интеллект этих людей сейчас мне очень смешно когда многие пытаются купить как много больше недвижимости даже из моих друзей в восточной европе в россии в украине я всегда им объясняю вы при покупке внимательно читаете там все написано что вся собственность например лежит эмиру дубаев или президенту дубаев или королю саудовской аравии читайте внимательно то что написано вы грубо говоря долгосрочные аренда 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 арендаторы этой недвижимости и многие из них нанимая юристов действительно это раскрывает и уже у них начинается такой скажем так не так много уверенности в правильности этого выбора ну с чего начнем сегодня есть несколько вещей лидерцизм который сформулировал вчера была очень интересная говорят статья по поводу развеяния мисфа а гастарбайтеров что они не диаспора очень интересный вопрос это теория нового мульти регионального устройства нового мира выбирать с чего начнем я с удовольствием мульти религию да вот мульти религию ну значит в сорок четвертом году у нас была создана бреттон-вудская система что одна сделала американцы доллар победил фунт стерлинг соответственно все приняли включая советский союз доллар как единую валюту дальше доллар стал мировой валютной валютой резервной можно сказать что практически единственное если отрезать страны варшавского дорого и советский союз потом в 70-х годах теория конфиг конвергенции они стали входить пытаться как-то состыковать запад и восток дальше мы все знаем что было да проигрыш холодной войне проигрыш холодной войне по вине ссср кстати по вине ссср потому что в 70-х годах экономика соединенных штатов практически находилась ситуации дефолта она не выдерживала гонку вооружения советским союзом поскольку руководство советского союза это были довольно престарелые мужи которые уже ну достаточно посмотреть на байдена вот представьте таких 20 человек политбюро и все как байден и даже и даже хуже своем физическом ментальном состоянии соответственно отменили гонку вооружений и тогда что сделали американцы был дефолт громадный у них был золотой стандарт доллара золотой стандарт доллара не отменили практически это был историческая схема покидания всего мира то есть они кинули это была схема ммм у меня была кстати статья которая показывает что долларовый мир работает строго по той же системе который придумал мавроди с доказательствами что прям по 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 сегментарно то все то что вводил мавроди в 90-х годах на останках советского союза в россии больше на украине в белоруссии в других союзных бывших республиках все то же самое происходит сейчас и с долларами ну вот соответственно что произошло в 90-х годах американцы уже с трудом выходили тянуть всю эту махину которую они создали но разрушился советский союз дальше что они получили наши страны вне зависимости откуда вы украина россия молдова казахстан и так далее если мы внимательно посмотрим практически все активы работали на запад покупали их за бесценок то есть грубо говоря это было отношение колоний со своим центром дальше вот это им дало до 2008 года определенный запас прочности когда они еще тянули ту систему которая была в 2008 году произошел первый кризис он случился он был очень жесткий но они смогли его вырастить поскольку еще не было такой громадной валютной массы потом они стали печатать просто бесконтрольно на сегодняшний момент они в десятки раз увеличили долларовую массу соответственно чем больше выкидывается бумажек ничем не подкрепленных тем 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 быстрее они обесцениваются да когда у тебя одна бумажка на имеется когда у тебя 100 бумажек она не имеет ценность дальше больше дальше мне кажется что я не знаю кто это посоветовал президенту российской федерации абсолютно и случилось это специально или случайно тоже потому что ну экономическим гением его назвать нельзя судя по уровню жизни россии но далека россия от количества своих богатств к тому уровню жизни то есть диспропорция видна дальше они что сделали они держали своей часть золотой валютных резервов держали на западе по мне так это было сделано специально когда они заморозили грубо говоря они отобрали был нарушен главный принцип это стабильности и гарантии хранения денег в долларе как только они отобрали эти доллары хотя и раньше был также сирия тоже ливия тот же ирак тот же афганистан тот же господи господи где он там этот мадуро у нас действует до венесуэла у них же тоже все заморожено но это были такие 7 9 10 миллиардов 15 а тут заморозили 300 то есть продажи произошел грубо говоря путин за 300 миллиардов разрушил 200 триллионную империю дальше она пошла по накатами мы знаем саудовская аравия вышла из-под контроля остальные страны венгрия вышла и так далее начинает формироваться конклавы дальше мы видим тайвань и мы видим что происходит китай готовится на мой взгляд я и в прямом эфире оставляют я считаю что до 20 съезда си два года назад поменявший конституцию присвоил себе право третий раз быть избранным на пост генерального секретаря коммунистической партии китая я очень плотно занимаюсь китая поэтому владею информации да ну и вот у них в октябре в конце октября в ноябре у них 20 съезд коммунистической партии где он по философии по цивилизационным ценностям китая это древнейшая цивилизация надо признавать наравне с индусами он должен предъявить мандат небо моральное право законное право он изменил но это не мы вновь сформированные страны это все-таки цивилизация древнейшие у них очень много основано на ценностях пришедших от предков так вот император до китайской империи там тогда он имел мандат небо сейчас и нужно подтвердить что у него есть мандат небо таким мандатом небо беспрекословно по мнению всех китаеведов это присоединение тайвань многие очень профессиональные люди считают что сейчас китай не готов я считаю что него выхода нет поэтому он будет тайвань сейчас присоединять либо полюбовно либо через насилие но это случится ну вот вся эта штука была предсказана михаилом леонидовичем хазиным это не системный экономист то есть он не входит ни в либеральную систему не в кремлевскую он создал свою школу свой фон по нам на мой взгляд он стал классиком экономики еще при жизни поскольку это единственная экономическая теория где он предсказал падение доллара еще в 2003 году случилось это буквально через 19 лет когда все и не понимая что это падение доллара и американцы что было понятно на момент бреттон-вудской системы когда доллар стал мировой валютной мировой резервной валютой доля американской экономики в мировом ввп было 52 процента на сегодняшний момент она составляет всего 14-16 то есть та же ситуация советский союз на момент распада составлял 22 процента мирового ввп американцы просто не имеет больше ресурсов для содержания той махины которую создали по контрольным миром ты можешь быть гегемоном хоть тысячу лет если ты можешь за это платить вся преданность если мы посмотрим внимательно это тысячи телеканалов по всему миру это тысячи газет это тысячи интернет-изданий все это требует денег и как диктует правило рынка все больше и больше денег печатать больше они не могут поскольку рука рушится их экономика и вот сейчас мы приходим теории на чем я я начал выбирать потому что без нас как там было у нас на настоящих буйных мало нужно найти буйных способных тянуть на себе эпоху перемен как ни парадоксально это муди в индии это стив китае трамп в америке и путин в россии нравится это кому то или не нравится мы сейчас говорим объективно без субъективного предпочтения и разумеется великобритания бориса джонсон убрали не потому что он пил там это было всегда это одна из самых пьющих стран западной европы а потому что он не справился он не смог пробиться к путину на переговоры и соответственно не смог договариваться с американцами с русскими создание своей валютной зоны великобритания если не войдет не разбавит эту четверку с собой она просто рухнет я начал думать как же начнет формироваться но не может же формироваться просто потому что сказал си путин или трамп да дай бог станет потому что если даже трамп не станет президентом на его место в республиканской партии займет я просто обожаю этого политика это губернатор флориды десантес это латиноамериканец католик офицер с тремя поездками в горячие точки обожаемый штатом флорида люди плачут только чтобы он не баллотировался на пост президента поскольку это самый процветающий штат и в ковидные времена и в пост ковидные даже сейчас он очень жестко показывает зубы федеральному правительству отстаивает интересы своих штатов так вот эти люди не приемлют все что надо навязывать евроатлантический либерализм лгбт уродование детей гормонов и так далее они не приветствуют подрыв личностного суверенитета человек потому что если мы правильно взглянем на вещи почему восточная европа выглядит так жалко и деградирует она потеряла суверенитет культурный исторический посмотрите с кем они борются не борются с памятниками но это же просто пошло в конце концов про экономический суверенитет я даже не буду говорить что сделали почему я считаю евроатлантический либерализм абсолютно не было молдова украина по своей привлекательности и уровню раз развития союзных республик превышали рсфср в разы с этим спорить может либо тот кто об этом не знает либо абсолютный дурак который отрицает очевидно посмотрите что сделали что они пришли они разрушили наш промышленный потенциал производства реальный сектор экономики дальше что они сделали они на этом они взяли разрушились и вы помните нас были везде и в украине в молдове нпо селекции которые выращивали семенной фонд под тот тип почвы который был так вот они сказали зачем вам это не надо мы вам дадим семена и мы вам дадим удобрение что произошло как только произошел сбой в поставках получилось что у нас нет ни производства не сельского хозяйства а то что есть целиком и полностью зависит от других стран сегодня они нам дали семенной фонд мы его получили теперь они видят что ситуация субубляется вводится новая интересная зеленая повестка и нам начинает рассказывать про потепление и про то что нужно устанавливать солнечные батареи ветряные мельницы так далее я написал целую статью где я разгромил на самом деле зеленая повестка является инструментом в руках транснациональных компаний как уровень громкости только это уровень развития с которым они могут регулировать развитие той или иной страны посмотрите гана которая экспортировала электроэнергию в соседние страны сейчас отключена электроэнергии и у нее практически по частовой и все это не умудрили взять за четыре года они уничтожили процветающую африканскую страну которая мало того что обеспечивала собственную продовольственную безопасность еще и занималась бешеным экспортом агропромышленной продукции что у нас получается гана получает гуманитарную помощь и это все нас ждет поэтому создавая эту теорию я взял совокупность всех этих факторов я начал для того чтобы создать теорию которую можно применить на практике нужно дать определение многим вещам так вот страны которые возьмут на себя груз ответственности я назвал страны-центры это будут страны-эмитенты региональной валюты скорее всего что она заместит как вот еврозона мы знаем что ходит только евро да соответственно вот так же будут замещены национальные валюты на валюту страны-центра и для того чтобы можно было более четко регламентировать и регулировать денежно-кредитную политику и дальше а кто же войдет в эти региональные валютные зоны очень интересный вопрос я поделил страны на 2 на 2 категории страны-союзники это те которые смогут выйти из либеральной повестки и постучаться к странам-центрам начать вести сепаратные переговоры о роли этой маленькой страны в этой валютной зоне на сегодняшний момент эти переговоры уже начались если мы внимательно посмотрим что твариторман то есть он явно себя дистанцирует от европейского союза он явно заявляет о национальном суверенитете который он не готов делегировать руководство евросоюза которое явно действует не в интересах еврозоны а в интересах непонятно кого и никто не понимает вообще что эти люди их никто не избирает они кем-то назначаются эти люди фантом в европе я тебе могу рассказать про эти выборы это смех это смех понимаешь это вот это вот ой подожди куда ты делся не знаю включил включил есть демократические выборы которые проходят здесь особенно когда это парламентская республика это просто смех те люди как за которых голосует народ и те люди которые управляют страной это абсолютно разные люди понимаешь вот как у нас ну у нас же тоже это республика как это называется демократия позволь позволь остановлю тебя очень важная вещь слово демократия как нам это преподносит даже в либеральных учебниках демократия это власть народа как ученый тебе скажу который очень много общается с другими учеными это заведомо ложь с точки зрения до древнегреческого языка демос это был район в афина где жила элита ократе это власть если переводить дословно демократия это власть элит что и происходит именно это в контексте того избираем одних а руководить непонятно кто вот в конце власть народа с древнегреческого звучит лаос народ кратия власть лаократия 99 процентов людей об этом никогда не слышит вот что такое вот что такое либеральная повестка это концентрированная ложь во всем даже в мелочах их задача это держать людей в том неведении вот сказали нам демократические ценности и как папуасы все бегают и демократические ценности демократии а что это за ценность неужели есть ценности важнее ценности которые прививают достойная мама и папа своим детям семья быть честным быть достойным понимаете происходит интересная вещь подмена понять это самое страшное вместо мамы и папы родитель номер один и родитель номер два вместо общества вместо народа гражданское общество кто такое гражданское общество это представители либеральных структур которые стали на сами себе присвоили право представлять народ их вообще никто не выбирал то есть это вообще люди непонятно откуда появившись и так во всем вот нам долбили годами где держите сбережения в долларах слушайте что вам говорит мвр и сейчас когда все это рушится люди не понимают что происходит они в прострации ведь теряет то что накоплено целой жизнью и заметь власть никогда единственный европейский политик который более или менее находил себе смелость сказать это была ангела мерки при всех ее нюансах она могла выйти сказать что нас ждет тяжелый год пожалуйста экономки на всем смотри на этих всех остальных они молчат по факту и задним числом никто не вышел честно и не сказал мы зашли в мировой структурный кризис который на секундочку будет длиться до 26 года и это не конец а потом нас ждет депрессия до 30 года восемь лет будет рушиться все страны регионы такие институты как он мвт мировой банк олимпийский комитет все уйдет тар-тарары это все прошлое так вот создавая теорию сейчас очень многие страны особенно малые допустим также италия да ну маленькая страна южная причем на дотационной экономики если завтра европейский союз перестанет выкупать облигации итальянского правительства у вас экономика рухнет за три-четыре месяца в лучшем случае в лучшем случае теперь смотрим уже формируются другие страны бриз страны шоссе индусы заявили весь индийский океан это зона нашего влияния китай заявляет мы в своем регионе мы не допустим вмешательства никого русские уже заявили что по нашим границам и там где мы считаем что из зона нашего влияния мы не допустим нужно воевать мы будем воевать но больше никто не будет диктовать на наших границ причем заметь кто самый продвигательный либеральный день самые ничьи страны банкротты страны балтии украина я прям так скажу потому что украину за 8 лет расчехлили в ноль просто в ноль я был в украине в девятом году в одиннадцатом на украине и был в девятнадцатом это две разных страны я приезжая в москву и приезжая в киев ну москве до киева было далеко лет так пятнадцать назад киев благоухал он был улыбчивый он был приветливый деньги зарабатывались но на ровном месте просто с минимальными усилиями максимальный результат в москве всех группировках фсб фсо кремль шнемли так далее было невозможно если не кремль и не фасе от у чеченцы и дагестанцы то есть без танцев а сейчас мы к чему пришли молдова страны прибалтики румыны поляки болгары больше всех ребят у вас ничего не вы нищие вы страны банкрот и все дотационные мы дожились до того что польша которая строилась и создавалась и 90-х годов за счет германии стала указывать германии что и говорите как не себя вести это же парадокс ну просто бред да и вот таким образом я считаю что будут две категории стран те которыми руководят государственные мужи суверенные политики это будут страны-союзники они будут обладать громадными по правами они смогут договориться о каких-то эксклюзивных правах но если возьмем например страну там любую да допустим ну давай возьмем кирпидатический пример молдова и москва на несмотря на весь проевропейскость так далее но зима всех отрезвит в этой нищей стране я гарантирую потому что я так думаю что где-то 1000 кубов газа в середине ноября будет стоить 4000 долларов и быстро все холодильник всегда побеждает телевизор это правило либералы не знают поскольку они как правило я сама из молдавии общаюсь с молдаванами в принципе не так уж сильно нас телевизор не зазомбировал молдова это не украина по сравнению с украиной мы еще плюс-минус где-то ну вот если молдова сейчас придет к русске им настолько нужна политическая победа что не готовы газ отдать бесплатно ты знаешь я думаю что на сегодня момент для них политический имидж важнее всего мы потребляем вот меньше тем они сжигают попутного газа мы для них но мы можем потребовать для себя особые особое место на рынке сельхоз продукции обеспечить 100 процентов продажи излишков нашу мы можем потребовать возобновить эфир производства эфирных масел наша почва кстати в молдове не под пшеницу у нас очень некачественная пшеница это не украина и не краснодар в россии эфирные масла это то что используется в косметологии в медицине это то что в советском союзе мы производили грамм одного эфирного масла стоит как две тонны пшеницы я помню мы когда в институте учились мы ездили на собирать розы вот эти вот чайные розы из которых розы лаванда там куча куча всяких толпе куча этих это громадный громадный номенклатурный список высокой добавленной стоимостью потому что уже это во мне это во мне это во мне проблема извини мне кто-то срочно то есть каждая страна союзник может у страны центра требовать особые условия и сейчас если ты замечешь китай сейчас понес громадные репутационные потери с визитом пелоси он для того чтобы вернуть а что такое страну который не уважает ее инвестиции в другие страны перестают быть такими гарантированными как у кого не отбирают деньги у тех кого боятся почему американцы посмели уровень у русских отобрать деньги они не боялись они не верили что зайдет все так далеко сейчас они готовы вернуть только русским уже не надо день играют уже большую игру они ждут и американцы в принципе если ты посмотришь что говорит даже трамп трамп говорит одно нам надо строить выводить наше производство из китая создавать его в америке я вчера с ребятами американцами говорил они говорят почему ты говоришь что мы больше не та америка которая была когда-то я традиционная америка умерла когда умер город детройт промышленный центр как только вы перестали быть самодостаточной экономики и стали импорта замещать вместо того чтобы экспортировать вы перестали быть независимыми если страна не может обеспечить себе продовольственную безопасность и произвести стратегически важную номенклатуру продукте она всегда зависит от кого а это означает что извне всегда будут оказывать громадное влияние ну например как та инфляция которую сейчас помену она же вся грубо говоря это импортируемая инфляция в связи с ростом энергоресурсов завозим более дорогой энергоносители они сразу влияют на конечную стоимость розницы нет только сейчас сентябре в октябре это начнет промышленная инфляция перекладываться на потребительскую это еще не пик пик у нас будет первый второй квартал 23 года когда во многих даже европейских странах ну молдова если мы возьмем страны балки в реальной инфляции выйдут 50 плюс это гиперинфляция то есть это уже все это крах молдова выйдет 75 плюс болгария выйдет порядка 40 румыния 37 40 то есть это уже все это крах но проблема в чем раньше европа имела германия имела бешеный профицит экспортировала намного больше чем импортировал за счет денег содержала всю европу включая несколько тысяч бездельников брюсселя сейчас этих денег нет у них отрицательный торговый баланс они импортируют больше чем экспортируют плюс санкции они потеряли рынок россии сейчас они осудили поведение китая начинают терять китайский рынок огромное количество продуктов производства станкостроения уходила в китай то есть европейцы мало того что стреляет себе в ногу они уже просто стреляют себе в голову и в сердце и я почти убежден что германия не выживет в том составе в котором она есть как целостное государство нас вполне вероятно ждет распад германии а потом и распад евросоюза в распаде евросоюза я вообще не сомневаюсь соответственно эти эти валютные зоны остаются страны зомби что такое страны зомби это те которые в ущерб собственных национальным интересам будут до конца поддерживать политику транснациональных компаний кто это такие это страны с необразованным народом с трусливым народом который боится взять на себя ответственность за собственное будущее все время ждет на что придет умный дядя это такие порабощенные нации которые привыкли это исторически кстати молдаване но опять же в советских в постсоветских государства говорит о том расстоянии мононационального роста национальной стране не приходится ее практически нет мы все митинсы и все полу кровки третик робки у нас кровь разбавлена максимально поэтому вот польши это мононациональное государства кто туда не приедет течение трех лет станет либо поляком либо не сможет нам или но таких государств единиц единицы Поэтому вот страны-зомби будут присоединены, скажем так, если не настильно, то без особого, когда соберутся большие страны, да, великие сверхдержавы и будут, помните, как чертили после Великой Отечественной войны, взяли карту, карандашом и линейкой. Вот нас ждет то же самое. Когда это будет? В конце этого года? В конце следующего года? Тут уже вопрос не экономического анализа, а как решат самые, да, руководители мира, да, тут уже от них зависит. Вот какая ситуация в целом. Что еще? Нет, в принципе, все это понятно, но у меня вот, смотри, вот по поводу Молдовы, да, вот я, что я хочу. Да. Ведь действительно, ну, мы и правда были очень привлекательны. Мы когда были в Советском Союзе, да, вот мы когда вхватили в этот, как бы, состав, то есть были с Россией, скажем так. Когда мы были с Россией, мы были... Когда мы были все вместе, чтобы никого не разгружать. Да, когда мы были все вместе, да. Мы были очень привлекательны. Вот насколько я, я даже помню Малая. Да, да, как много людей к нам ехало из-за всего Советского Союза. Военные пенсионеры, которые рано выходили на пенсию и которые могли там себе позволить, у которых там деньги были, да. Ну, то есть, скажем так, не бедные люди к нам приезжали, да. Потом вот эти пенсионеры, которые выходили, вот моя семья, мой брат женился, это самое, и они, тогда это назывался Жданов, сейчас Мариуполь, да. Тогда там было сумасшедшее производство, вредное. Они в 40 лет выходили на пенсию, с большой, с огромной пенсией, плюс с большими накоплениями, потому что именно вот эти люди работают, работают... Вот, знаешь, меня все время так и удивляют, что говорят, что в Советском Союзе нельзя бы заработать. Да, ну нафиг, как это нельзя было, блин. Были люди, реально, которые просто работали на каких-то серьезных работах, которые там, ну, реально много денег могли просто заработать. Мой брат, не надо ли уходить, мой брат, он работал на заводе Ленина, вот этот был цех, который эхолоты, да, делал. И вот он в покупке, вот это вот, слушай, там он всего 5 лет там проработал, он уже купил себе машину и квартиру. Ну, то есть, понимаешь, вот до такой степени. И в Советском Союзе все это было, все это возможно было, бред, что нельзя. Так вот, вот эти богатые люди, они как раз ехали к нам в Молдову, потому что это было, мы были привлекательны. Мы были с хорошим климатом, мы были с хорошей сельхозпродукцией, мы были с хорошим снабжением, да, мы были гостеприимные, мы были, я не знаю, у нас сама, по-моему, наша республика была самая густонаселенная. То есть, на квадратный метр... Очень, да, у нас приездов было много, да, все остальные военные Советского Союза, если они не служили в Питере, в Киеве или в Москве, им выдавали, да, основное их направление была Молдова. Поскольку они, служив там на Крайнем Севере и так далее, любили наши вкусные виноград, персики, вино и так далее. И самое главное, обилие в магазине, потому что у нас были одни из самых... Ну смотри, по этому вопросу, по этому вопросу, я бы сказал так, в Советский Союз его участь была предрешена. Проблема в том, что мы все лучшее, что там было, не мы, а вот эта вот оголтелость. Мы будем, как они, мы никогда не будем, как они. Мы ментально разные. Живя в Европе, ты же видишь, мы думаем по-другому, абсолютно. Нету страны в Европе, где бы я ни был. Ну мы абсолютно, более или менее Молдовы еще себя находят где-то в Румынии, которым мы задаром не нужны. Украинцы более или менее находят себя в Польше, но очень частично, потому что там идет превосходство одних над другими. И поляки всегда считают себя шляхтой, а украинцы с крестьянами. Нужно четко понимать, как происходит. Что касается русских, ну тут русофобия, это уже даже не нацизм, это уже какая-то отдельная ветвь античеловеческого проведения, когда расовая принадлежность является приговором. Ну это вообще бред. То есть здесь идет разговор не столько уничтожить остальных ради других, столько уничтожить вот этих конкретно. Причем никто не может объяснить почему. Их надо уничтожить. Почему? Самое смешное, что даже многие русские повелись на эту повестку, и даже многие русские кричат, что надо уничтожить русских. Это я вообще не понимаю. Но сейчас, столкнувшись, как к ним относятся в Европе, они начинают прозревать. Я этим объясняю. Никто не уважает того, кто не уважает собственную страну. Как вы хотите, чтобы вас уважали, если вы не уважаете свою родину? К вам будут относиться так же. У нас вот это вот желание. Мы по-прежнему живем образом Европы, как Кока-Кола, жвачка и Мерседес. На самом деле Европа всем показала, что все это было куплено в кредит. Это показало, что все это излишнее потребление, которое финансировалось банками и привело к тому кризису. Весь этот дорогой образ жизни в Германии и Франции на поверку оказался создан не европейцами, а дешевым российскими энергоресурсами и дешевым китайским трудом. И как только они этого лишились, оказалось, что все высокие технологии не помогают без дешевых ресурсов и дешевой рабочей силы. Если бы Германия, Франция, Италия, Испания были настолько самодостаточны, к чему тогда кризис, который бы спровоцировал подорожание энергоресурсов? Слушай, я к тебе как экономисту обращаюсь, смотри, я абсолютно к экономике, я изучилась, училась, вот есть люди физики, есть лирики, а есть медики, они вообще не в струю, вот я как раз медик. Но наблюдая за процессами, какие-то выводы я привожу. Вот смотри, как разрушили, допустим, экономику Украины, это лишили ее дешевых энергоресурсов. Я смотрю, что сейчас лишают дешевых энергоресурсов экономику Европы, то что, тоже будут рушить? Да, смотри, смотри, Штаты понимают, что она больше Европу не тянет. Нужно понимать, что Европа создана из-за океана, она не образовалась сама по себе. Да, Германия, основа Европы, это Германия, спорить с этим не будет никто. И финансово, и организационно, достаточно посмотреть, сколько руководителей Германии находятся в Брюсселе, да, из Германии, то есть там абсолютно. Ну вот, давай посмотрим, Германия до сих пор находится оккупированным государством, где находятся ядерные ракеты США на территории Европы в Германии, где находится самая большая база ВВС США, Рамстайн в Германии и так далее. Соответственно, Германия больше не тянет свои колонии, а США больше не тянет свои колонии. Что они решили сделать? Что они решили сделать? Мы удорожаем энергоресурсы, соответственно, производство технологий и капитал начинает переток из Европы в США или в другие регионы, что уже происходит, если внимательно присмотреться. По оценкам мы сходимся абсолютно все. На сегодняшний момент с февраля 2022 года по 1 августа 2022 года порядка 500 миллиардов долларов, полтриллиона долларов утекло из экономики Евросоюза в другие, более выгодные зоны. Это прежде всего США, поскольку транснационалы перекидывают к себе. Они не перекинут в Россию или в Китай. Там они могут этого лишиться. Поэтому они перекидывают США. И США за счет этого стелит себе мягкую подушку, и кризис коснется так же. И уже коснулся. Но за счет перетоков капитала из Европы в США они смогут это падение сделать более плавным и не таким жестким, как минимум для себя. Знаешь, в такой ситуации, вспомни пандемию, как Италия ждала из Китая самолет с масками, и чехи самым наглым образом у них это украли. Когда становится плохо, все это европейское единство превращается в пшит. И ковид это показал. Вспомни, как в Китае воровали вакцины из самолетов друг у друга и так далее. Все забыли, что с ними творится. Все обезумены. Здесь то же самое. То есть Европа, на мой взгляд, в Европе вынесен приговор. Вынесен приговор теми, кто ее создал. Инфляции просто запредельный. Он реально запредельный. Но кто мог поверить, что в Германии будет инфляция под 8% и промышленная под 15%. Кто мог проверить страны Балтии? Плюс 21, плюс 23, плюс 25. Это же просто, ну это крак всего. В Румынии под 16. В Польше, посмотри, что творится. Под 17%. И это они не понимают, что это не пик. Это пока только первый год из пяти кризисов. То есть никто не понимает, развал будет страшный. Что, к чему это приведет? Формирование всего трех классов. Элита транснациональных компаний. Это 0,5% населения. Это будут боги. Называйте их, как хотите, очень богатые боги и так далее. Это то, что касается западного мира. Дальше всегда будет 7,12% тех, кто их обслуживает. А вот все остальное, как это не страшно, 85%, будут бедные и очень бедные люди. История о том, что мы раз в три года меняем в Европе машину. Забудьте. Люди уже в европейских странах столкнутся с ситуацией, когда они не то что не смогут оплачивать кредиты, которыми они затарили по голову. На сегодняшний момент среднее домохозяйство обременено кредитов на 20-30% больше, чем их совокупные догоды. Это перекредитованность. То есть подгоняли. Покупайте, 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 покупайте. А дальше некуда покупать. Соответственно, когда это начинает рухнуть, люди просто окажутся не готовы к той реальности. Ну, кстати, есть и другие примеры. Посмотри на сербов. Как Вучич. Я понимаю, что ему тяжело. Но он говорит, нам нужен дешевый газ. И сербиростек производства, когда везде падает. Я сегодня делал пост, кстати, в Германии до конца года. Там, правда, очень интересно. Они посчитали 600. Я считаю, до миллиона, миллиона сто тысяч человек потеряют работу на промышленных предприятиях в Германии. А теперь давайте посмотрим, с чего они будут оплачивать. Отопление, бензин, кредиты, обучение своих детей, медицинские страховки, пенсионные фонды и так далее. Какое там количество беженцев, которые сидят на дотациях из бюджета? А теперь посмотри Южную Европу, Испания, Италия. Сейчас как с голодухи африканцы ломанутся. Вот тут начнется интерес. И мы говорим не о сотнях тысячах. Мы говорим о миллионах. Вдумайся, Татьяна. Миллионах. Что с ними делать? И знаешь что? Вот последние несколько, особенно попытались перекрыть беженцев. Помнишь Сальвини? Да, да, да. Он попытался перекрыть беженцев, и он отошел от этого, потому что он понял, что это невозможно. Потому что они на надувных лодках, ну их просто невозможно остановить. Понимаешь? Плюс НКО помогает. И нечего терять. Ты не можешь остановить тех, кому нечего терять. Да, да, да. И нечего терять. Их, что ждет смерть в море, что смерть в их стране происхождения. Им нечего терять. Отчаявшись. Знаешь, как говорят? Есть такая хорошая притча, ну или рассказ, даже дворнягу, когда загоняешь в угол, она начинает кусаться. Отчаяние толкает людей на лишенные логики и страхов поступки. Я больше того тебе скажу. Я считаю, что в ноябре, в декабре массовые протесты захлестнут Италию, Францию, Германию, Чехию и, возможно, даже Польшу. Потому что невозможно. Люди придут своим правительством и скажут. Вы сказали, что санкции против Китая, России решают наши стратегические задачи. К черту стратегию? Объясните мне, почему нам нечем кормить своих детей? Ко мне пришел в банк и отобрал машины. Ко мне пришел в банк и отобрал квартиру. Моя мать пришла в пенсионный фонд, а он обанкротился. И это будет повсеместно. Это уже разговор о жизненно важных для каждого отдельно взятого человека. Пока людям хорошо, они вместе готовы ходить только на концерты. Но когда голодные собираются вместе, ни одна власть им не может противостоять. И в этом главная опасность. Потому что суть либерала в том, что люди для них не потенциал, это ресурс. А ресурс можно убивать, можно уничтожать и так далее. И мне кажется, что, как ни парадоксально то, что я сейчас скажу, но я думаю, что мы увидим итог, как собственные граждане армии европейских государств будут стрелять. Причем стрелять на поражение. Я не при резиновые пули говорю. И плюс есть еще одна бомба замедленного действия. Приходит час расплаты за Ирак, за Либию, за Сирию. Ты видишь, эти люди не интегрируются в европейское культурное пространство. Они создают свои анклавы, и они ждут момента сигнала, когда они смогут отомстить за разрушение. Кстати, Ирак был процветающей страной. Ливия по уровню жизни провосходила многие восточноевропейские страны. Даже, наверное, почти все. Я тебе больше скажу, я здесь видела такой момент, вот еду я в метро, заходит парень беженец, я вижу, что, ну, я их уже отличаю, кто из Ливии, кто из Сирии, уже, знаешь, глаз немножко на... Как раз этот парень из Ливии был. И он заходит, знаешь, вот так вот, как, знаешь, как главный в это метро, и толкнул итальянца, а итальянец с беременной женщиной, значит, он толкнул локтем эту женщину случайно. Ну как, случайно, не случайно, не знаю, не случайно. Он заходит, как все домой. И этот итальянец делает ему просто замечание, что, типа, что ты? Боже, ты бы слышал этот крик, да вы фашисты, да вас надо убивать, этот Ливийц, понимаешь? Да вы нам такое там, ну, короче, начал в него кидаться. И, ты знаешь, эти боялись даже его трогать. Вот все, все, вот милиция там были, вообще к нему даже не подходили. То есть я вижу, что эти люди, в принципе, взрывоопасны, понимаешь? Они ненавидят. Вот по той реакции, по которой этот Ливийц начал орать на того итальянца, понимаешь, я поняла, что они их ненавидят всеми фибрами. Невзирая на то, что он здесь кормит и поет. Нет, а теперь возьми другое. Те же самые итальянские, немецкие, французские, чешские, венгельские войска. Ну, венгрия нет. Там, может, и да, бомбили его страну, убивали его родственников. Да, да. Бомбили роддома. Он считает, что, я не оправдываю ни в коем случае, я считаю, что мусульманский, мусульманский сегмент, это бомба с часовым механизмом. И самое страшное, что это именно власти в Брюсселе вбили им в голову, что они какие-то особенные, что им можно все. Да, да. Понимаешь? То есть для чего это сделано? Для того, чтобы коренное население начало бояться. Боиться. Но страх, 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 он идет ровно до той границы, пока тебе есть, чем кормить своего ребенка. Когда тебе нечем накормить своих детей, страх уступает место отчаянию. А об отчаянии мы уже с тобой говорили. Отчаявшие люди не боятся ничего. Давай все-таки уже резюме. Какие будут экономические зоны у нас? Назови. У нас будет 4 уже согласованные. Это Китай, Пекин, Индия, Дели, Россия, Москва и Америка, США, Америка, Вашингтон. И плюс к этому, об этом и всегда, плюс Великобритания. Они очень бьются либо за то, чтобы наложить и перенести европейский банк, евро печатать в Лондоне, либо, чтобы фунт сделать. У них громадный интеллектуальный потенциал. У англичан. Англосаксы – это все-таки империя. Многолиховая. И интеллект там сумасшедший. При всем моем боении и любви к ним их интеллектуальный потенциал нельзя не дооценивать. Что они делают с нашими странами? Так это просто... Да, то есть надо понимать. И вот Великобритания. И вот, на мой взгляд, на начальном этапе формирования региональных валютных зон, вот мы имеем 4-5. Но тут самое главное, резюмирую, те страны, которые найдут в себе воспоминания исторические о суверенности и смогут начать сепаратные разговоры, переговоры первые, получат абсолютно эксклюзивные условия для своего развития и, возможно, даже за счет страны-центра переживут кризис не как кризис, а как этап становления и развития. А вот те дураки, которые будут идти в повестке Брюсселя и либерализма, мне кажется, что те малые страны ждет очень-очень незавидное будущее. Их ждет многие. Причем, тут очень важно, мы с тобой не коснулись этой темы, она очень такая интересная, но щепетильная. Многие страны, союзники, могут расширить свои территории за счет стран-зомби, тех, которые... Потому что нужно понимать, и давайте будем объективными, Украины в пережных границах нет и больше никогда не будет. И не только Украина. И вот как будут делить великие страны границы чужих государств, тут никто не знает. Ну, вспомните, как у Венгрии отобрали выход в море по итогам. Вспомните, как у Германии отобрали и отдали Чехии какие-то районы. Вспоминайте, как это все было. Будет происходить все то же самое. И вот тут умные, малые страны, ну, например, в Молдову, почему бы и не претендовать на часть, допустим, территории осваивать. Ну, допустим, тот же Измаил. Это исторические территории наши. Исторические. Почему Украина вправе бороться за крыль, который им дал Никита Крущев, а мы не должны говорить о том, что мы можем стать больше. Или, допустим, Венгрия потребует, Хорватия ведет явно неадекватную политику. Я думаю, что Венгрия получит доступ к морю как раз за счет Хорватии. И, кстати, заберет трансферирование у Румынии. Я почти убежден в этом. Потому что Румынии ведут себя неадекватно. А ты вообще в том регионе в Трансферировании был? Да, конечно. Там все вылезки на венгерском языке. То есть там дубляк тотальный. И причем все школы на венгерском языке. Как в языках мать. Я тебе больше скажу, я же, я боюсь летать, да, и когда я с Италии еду домой, я все время еду через Румынию. Ну да, через Карпату получается. Да, получается, что мы когда заезжаем вот туда в ту сторону, в Трансферированию, несколько раз нас останавливала венгерская полиция, наш автобус, на территории Румынии. То есть они патрулируют уже. Они патрулируют уже. Они осваивают потихоньку. Поэтому, как не будет звучать глупо то, что я говорю о переделе территории, это звучит не глупее, чем мои прогнозы год назад, что евро в этом году станет равно доллару. И это уже далось практически. А до конца года, на начало следующего, я убежден из экономических расчетов, что падение совокупного ВВП еврозоны будет настолько, великий уровень инфляции, настолько большой, что евро будет стоить недороже 0,85 долларов. То есть еще минус 20%. А как ты думаешь, Венгрия сможет перехватить инициативу у Англии? Нет, у них не хватает интеллектуального потенциала и исторического авторитета. Хотя, в совокупности, что Австрия проснулась вдруг и вспомнила, что у нее есть суверенный интерес. А мы помним, что была Австро-Венгерская империя, где первая империя в истории обладала полной переписью населения. Ты не мог жить, хотя это было вроде как 18-19 век, а у них было больше порядка, чем в современных государствах. А вот Австро-Венгрия, если перехватит, это может быть сумасшедший сильный игрок. Причем, у них очень сильно было развиты империалистичный плюрализм. Они аккумулировали в себе все религии, все культуры и народы, забирая у них лучшее, интегрируя их в себя. То есть, они кормили своей энергией империю, а империя взамен на это создавала им блага и лучшие условия жизни. Это довольно интересно. Венгрия сама нет, а в совокупности с Австрией не исключено. Ну да, да. Инфрия сохраняет. Я смотрю на венгров, вот на Орвана, да, как он сейчас себя ведет. Да, и Австрия, в принципе, тоже не особо так, ну, сейчас она молчит, но до этого были там какие-то попытки. Короче... Но как многозначительно молчить? Да, да. Слушай, а вот в Молдове, ну, конечно, нас интересует исключитель Молдова. Нам с кем больше всего выгоднее? Ну, смотрите, Украина отходит под тотальный контроль России. Это понятно. Ну, можно спорить. Я искренне выражаю соболезнования всем матерям, женам и детям потеряв своих отцов. Искренне. Потому что эта гибель, она... Я... Ты знаешь, скажу так. Я не знаю, по-моему, однозначно, что русские победят в горячей фазе войны. Но я абсолютно не понимаю, как русские собираются победить в войне за мир. С украинским народом, с которым разделили их десятки тысяч убитых. А, наверное, к концу будут сотни. Я не понимаю. Я правда. Ну, это не мой. А украинам уходят под Россию. Польша, поверь мне, как только рухнет Евросоюз, в прыжке переобуется и вспомнит о своих глубоких связях с Российской империей. Гарантируйте. Как это не глупо звучит. Вот что, что, а за свою выгоду поляки никогда... Румыны, скажем так, румыны вообще умеют переобуваться, они начинали воевать. С Гитлером закончили со Сталином. Есть по-другому. Есть такое, может, тебе понравится это выражение. Румыны, они шли с Гитлером до Москвы, потом со Сталином до Берлина. То есть, это такой исторический путь знательный. Румын, я думаю, никто, а румыны и болгары с тебе черную метку поставили. Это произошло совсем недавно, три недели назад, когда они участвовали в попытке захвата военных боевых самолетов Российской Федерации и выдали паспорта Румынии и Болгарии военным пилотам Российской Федерации. Это все. Это красная черта, которую, плюс не забудь, и болгары, и русские, и румыны предоставляют свои военные аэродромы под самолеты-разведчики. Это уже участие в вооруженном конфликте. Вот я думаю, эти две страны никто спрашивать не будет об их мнении, об их желании. И я боюсь, что их будущее, следующие пять лет очень незавидно. Молдова однозначно, еще раз, у нас очень многие, у нас вот эти вот ярлыки, ты за Путина, и не за Путина. Давайте объективно смотреть на ситуацию. Но мы в долларовую валютную зону не влезем точно, в нюань точно, в рупию точно, и фунт стерлинг наврядно. Соответственно, наша дорога туда. Что может... Я говорил, знаешь, есть такое выражение, я его публиковал. В 2000 году продекларировали, цифра – это новая нефть, имея в виду цифровые технологии. В 2022 году, можно сказать точно, нефть – это новая цифра. Энергоресурсы, оказывается, стоят, что цифра – это всего лишь результат развития технологического прорыва. А вот нефть и газ являются необходимым условием и основой технологического прорыва и развития. Значит, сегодняшний мы этот разговор заканчиваем. В принципе, понятно, интересно, классно, да? Следующий наш разговор будет уже на какую-нибудь следующую тему. Да, выберем. И большое тебе спасибо. Очень интересно. И тебе спасибо. Очень классно. И самое главное, что мы с тобой оба избилицы. Да. У нас никто не поверит, что мы познакомились с Телеграммом. А оказывается, учились в одной школе, ходили по одним, одни и те же буквы, скорее всего, читали. Да, сто процентов. И не факт, что я не по твоим учебникам учился. Я-то еще застал ту советскую школу, когда писали диктанты, изложения, сочинения, а лето проводили в библиотеках они в даджетах. Вот поэтому наше поколение, в принципе, вот только оно и в состоянии повлиять на ход событий, потому что у нас есть разрыв. Вот эти 25-40, 25-35, они потеряны. Они, это Facebook, Instagram, это гаджетовое поколение без глубинных, теоретических, фундаментальных знаний. Это поколение потребителей. Потребители не способны создавать ничего, кроме потребления. А потребление будет снижаться. Спасибо тебе большое. Надеюсь, что было интересно, как минимум. Посмотрим вторую тему, уже определимся. До следующих. Спасибо. Я думаю, раз в неделю будет. Будем, конечно, с удовольствием. Хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok